Добрый вечер всем! Сегодня наша недельная глава, то есть мы обсудим нашу главу, глава Китаво. Глава Китаво, в ее центре стоит несколько вещей. Во-первых, есть то, что называется «Союз» на горе Гризима, на горе Иваль, так называемый. Потом мы узнаем. То есть гора благословения и благословения проклятия. Мы сегодня попробуем разобраться с этими главами, попробуем разобраться с этими арурами, то есть с проклятиями и с благословением проклятиями, еще немного понять, почему эта глава, как она связана, точнее, эта глава с Рошишана и чему она нас пришла научить. Итак, начнем. Начнем с первого. Как мы сказали, в нашей голове есть коины. Перечисляю 12 арур, то есть проклят, сделавши то-то, проклят, сделавши то-то, и объясняю, почему 12, напротив 12 колен Израиля. Теперь, интересно, что вот это действие, церемония определенная, напоминает очень сильно некоторыми вещами, аспектами так называемую церемонию, которую мы видим в главе Бамидбар. Причем церемония или действия, которые делает священник, когда жена подозревается в измене, так называемая иша сута, то есть когда женщина подозревается в измене, но нету свидетелей прямых самой измены. Есть только свидетельство того, что она уединилась с человеком, которому возревновал муж и сказал с ним не уединяться. Вот, и там звучит, там, во-первых, есть, естественно, корень арар, который, к сожалению, на русском, скорее всего, мы пропустим. Но мы сначала прочитаем по-русски, если я увижу, что корень нету, то я прочитаю на иврите. Итак, это глава Насо, если кто не помнит, это находится, это пятый глава, есть раздельные книги Бамидбар, 21 стих. «Тогда заклянет священник жену клятвой, проклятие и скажет, проклятись Аллах, и скажет священник жене, да предаст ей Господь проклятию». «И клятвим на роде твоем тем, что делает Господь бедро твое опавшим и чрево твое опухшим». То есть, да, «И да войдет вода, это наводящее проклятие во внутренности твоей, чтобы распух живот, и опалым стало бедро, и скажет жена Амэн, Амэн». На иврите слово, то есть это вода, как эта вода называется, меаририм, то есть арур – это проклят, и меаририм – это проклятая вода, которая проклянет, которая сделает действие проклятия. Хотя слово «проклятие» они переводят, это слово «эля», «эля» – это проклятие за клятвы ложной. В любом случае, мы слышим тут, во-первых, очень интересную вещь, то есть будет проклятие, какое-то действие проклятия, и женщина говорит в конце «Амэн», «вэ Амэн». Если вы откроете 12 вот этих вот проклятий, которые говорят коины в нашей голове, то вы увидите там та же самая система «Арур», «вэ Амар коль хаам», «Амэн», то есть проклят, делал что-то и то-то, и сказал весь народ «Амэн», проклят, делал что-то и то-то, и сказал весь народ «Амэн», и тут же самое, то есть говорит священник в сути проклятая и так далее, и она говорит «Амэн», что мы из этого учим? То есть получается, во-первых, мы видим, что наказание, которое приходит человеку, сделавшему то-то или то-то, то есть как у сути, так и у человека, который сделает те вещи, которые предупреждают коины, это наказание будет в виде проклятия, которое нанесет из разные нехорошие вещи. Кто хочет узнать, как это проклятие работает по-настоящему, может открыть трактат «Швот», когда там есть смешно, когда описывают мудрецы, как написано «Боядин», когда предупреждал человека, что он должен клясться, то есть клясться по тому или иному поводу, и «Боядин» предупреждал, прежде чем он будет клясться, и не дай бог, он подумал клясться лжеклятвой, он ему объясняет, что если он проклянется лжеклятвой, то к нему придет проклятие, и оно войдет в его дом и будет жить в его доме и так далее. То есть я его описываю страшные вещи, которые с ним произойдут, то есть эта вещь такая непростая. Во-первых, это наказание проклятие, но самое интересное, что содержание обязательства тоже похоже. В обоих случаях речь идет о чем? О действии сделано вскрытую, то есть вещи, которые люди не могут увидеть. То есть что-то, что-то сделано втихаря, то есть жена изменяет, вы понимаете, она, естественно, не делает это на улице прилюдно, это делается беседа, чтобы никто не знал дискретно. То же самое здесь же в этих арурах мы видим, кстати, слово дискретно, то есть сетер упоминается на иврите напрямую. Я не знаю, как на русском это переведут, не переведут, но смотрите, когда говорится, то есть 12 глава, «Говорись нам, Израиль, скажи им, каждый человек, жена которого, совратится и нарушит верность ему, и ляжет к той с ней, с излиянием всем, не скроется это от глаз мужа ее, и она тайком, то есть не сцера, то есть тайком, а сквернилась, и свидетеля против нее нет, и не была она захвачена, и найдет на него дух ревности, и будет ревать, и так далее, и так далее». То есть, да, тайно, тайком, то же самое здесь происходит, кстати, хорошее слово, тайком, то же самое происходит здесь очень интересно. То есть, если мы откроем нашу главу, то мы увидим, и у нас тоже есть в этих арурах, сейчас я открою, китово, 5 секунд. У наших китово, смотрите, то есть, да, есть тоже аспект тайком, хотя бы всего лишь две действия написаны прямым текстом, кто не сделан тайком. Это в 15 стихе сказано «проклят тот, кто сделает из вояния или того кумира мерзость перед Господом из деревья мастера, поставит его в тайном месте». То есть, втихаря спрячет, и возглазит весь народ, скажет «Амэн». Еще одно, это 24-е, «проклят убивающий тайна ближнего своего». Почему убивающего? Маке Рео Бесета, бьющий ближнего своего, наносящий ущерб, убить. Кстати, я на одном из уроков, по-моему, в прошлом говорил, что, допустим, забанить человека в Фейсбуке, а потом писать про него гадости публично, это и есть Маке Рео Бесета. То есть, человек, который бьет своего ближнего, то есть, тайна, то есть, он не знает. Одна из вещей, то есть, или когда он делает ему гадость, и у него за спиной. Это есть Маке Рео Бесета, то есть, да, тайна. Он бьет своего ближнего, прошу держать микрофон выключенный. Но все остальное, все вещи, которые там проклят, там в прямой не написано слово «тайна», но всевозможные вещи, которые человек делает, то есть, описывает, они все те вещи, которые обычно человек не делает прилюдно. Он делает их тайно, то есть, да, проклят, сбивающий слепого с пути, то есть, он не видит. Проклят, превратно судит пришельца, сироту, вдову. А как ты поймешь, что я превратно его сужу, то есть, да, что-то внутри меня. Проклят, кто ляжет с каким-то скотом, со скотом тоже как бы явно не ложатся при всех. То есть, да, проклят, кто ляжет с тещей своего, проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью, отца своего, проклят, ну и так далее. Короче, все вещи, которые делаются тоже, скажем так, тайно. И про эти вещи, то есть, сказано, что они прокляты, весь народ говорит «Амин». Теперь давайте вопрос зададимся, да? А чего они так активно удостоились именно те вещи, которые делают преступления втайно? Почему обычно, то есть, не при всех, не прилюдно? Почему они удостоились, что именно на них будет заключен этот союз, который будет на горе благословения, на горе проклятия? Скорее всего, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немножко включить нашу воображение. Давайте представим себе ситуацию, то есть, что происходило, как выглядело, как, что происходило с народом Израиля внутри пустыни, когда они называли в Стане. Давайте подумаем. Мы говорим о Стане, народу Израиля, который находится 12 миль на 12 миль. Это меньше 12 километров на 12 километров, весьма небольшая площадь, на которой располагается как минимум 600 тысяч мужчин и женщин и так далее. Все называются там… То есть, короче, такая сплоченность и такое сближение, когда это еще и шатры и так далее, то все знают все обо всех. Скрыть что-то от кого-то невозможно. Поэтому даже если кто-то что-то делает, как бы там что-то частное, все соседи будут знать. То есть, да, вот так. Теперь давайте представим себе другое. Когда войдут в землю Израиля, ситуация совершенно другая. Когда народ Израиля прекратит захватывать землю Израиля. Когда все рассядутся и расселятся по своим наделам. Каждый построит себе на своем наделе домик с заборчиком. И закроет забор и так далее. И скажет, это мой дом. То, что в моем доме, это мои личные дела. И как бы вас не касается. Таким образом, в такой ситуации намного проще, чем в отличие от пустыни, согрешить в тайну. В пустыне было тяжело согрешить в тайну. То есть, внутри стана, ну куда? Ну как? А когда ты следишь в своей усадьбе, за заборчиком и так далее, а не в шатре на виду, который стоит у всего стана, то легче намного согрешить. Более того, может человек сказать. Эй, стоп, ребята. А какое ваше дело, что я делаю у себя лично в своей спальне? Что я делаю со своем доме и так далее? Чего нос туда суете? Это вообще не ваше дело. Знаете, такое-то заявление может быть. Вот против этого и приходит и говорит союз. То, что говорится Всевышний. Это Всевышний хочет почернуть. Вы придете в землю Израиля, вы каждого сядете. И нету такого. Это мое дело на тебя не касается. Почему? Что пытается Всевышний сказать? Что это проклятие приходит. То есть, в принципе, каждый... То есть, когда глава китого приводит и рассказывает нам, что с каждого заключение союза, когда придут в землю Израиля, каждый принесет клятву и каждый предупредит о том, что действие каждого из них влияет на весь народ. То есть, это понятно, что мое дело. Потом, что ты делаешь, извините, в своей спальне, это влияет, как я буду жить. Так это работает в земле Израиля. И таким образом, скажем так, права и свободы частного лица, они подчинены, то, что называется, его обязанность по отношению ко всем. Он не может говорить, это мое дело, и я решаю, вам не делать, нет. Потому что если бы действительно твое дело ты делал с собой, и это были бы твои проблемы только, хорошо. Но эта проблема становится всей нацией. И почему мы должны из-за твоего вещей это сделать? И плюс, наказать невозможно за такие вещи. За такие вещи наказать просто невозможно. Потому что наказать нужно свидетель, нужен суд и так далее. Поэтому вещи предупреждает Всевышний. Проклятие на того человека придет. Проклятие, которое будет сожирать его. Поэтому именно проклят тот человек. И народ отвечает амэн. Почему на народ отвечает амэн? Они, во-первых, присоединяются к клятве. Это берут клятву с народа. И народ весь принимает эту клятву. То есть народ израиля весь это принял на себя. Делать союз с Богом. Что так оно должно быть. Это по поводу, то есть, да, зачем эти аруры, почему их 12, в чем их смысл и с чему это лучше. То есть, да, как мы должны себя вести в земле Израиля. Мы не можем сказать, это не твое дело, и что я делаю, и нечего тебе лезть. Поэтому меня иногда коробит. Да, я понимаю, ты в ситуации такой, ты не можешь ничего сказать. И факт, что даже Всевышний не сказал, то есть умрет там, или там будет наказан так-то или так, но он говорит, проклят. То есть я ничего сделать не могу. Но сказать, что типа мне все равно, то есть от того, что делает кто-то, нехорошее, это не еврейский подход. И мне очень странно, когда религиозные говорят, это его дело, то есть, да, нет, это не его дело. Нет, я ему ничего не скажу по причине того, что у меня нет над ним власти. Если мне, конечно, послушать, то я ему скажу. Но сегодня плохую никто не может делать. Нужно понимать, что это бьет и по нам. И это то, что говорил, мури вараба вараби, арава металль, зацелит ли враха. А если человек видит, как нарушают шаббат, понятно, что они будут ни камни кидать, ни орать шаббас, так далее, так далее. Не реван, это ничего не даст. Но если ему не больно, не защемляет груди, ему это не мешает, что-то не так с его еврейской душой. Где-то он к чему-то привык, где-то он уже служение Всевышнему ему где-то нарушилось. Поэтому я не могу спокойно слушать и видеть, когда религиозные люди спокойно слушают общественный транспорт в шаббат. Это их дело. Это не совсем их дело, потому что будут бить по нас. И вам не больно? Как можно такое соглашаться? Понятно, что они это сделают, я никого бить не буду, не будем устраивать, но согласиться на это невозможно. И невозможно это принимать. То есть иначе у тебя что-то не то с религией. Причем это говорил Рава Металь, который человек, который был либеральный, человек, который был очень принимающий, открытый и так далее. Мне, кстати, иногда очень странно видеть некоторых его учеников или последователей, называющихся последователями Рава Металя и Гушников, модерн ортодокс, так называемых, которые спокойно относятся к тому, да, гражданские браки, да, транспорт в шаббат, потому что надо, мы так спасем иудаизм. Нет, вы так убьете иудаизм. Они могут себя так называть, потому что сам Рава Металь, сам Рава Лихтенштейн, то есть то, что называется глава, так называемый ортодокс в Израиле, они сами были против этого. Это была их идеология. То есть получается, кстати, иногда я говорил, то есть есть люди, которые говорят, мы гушники, есть разница между человеком, который пять лет проучился в Гуше, в Израиле, человек, который остался дальше там учиться. Человек, который пять лет проучился в Гуше, он просто пролетел мимо, немножко похватал и вышел. Человек, который остался дальше учиться в Гуше, начинает наконец-то понимать и осознавать то, что говорили их учителя. И тогда действительно абсолютно другой подход появляется. То, неважно, это то, что стало все народу. Теперь перейдем к следующему. После того, мы закончили с проклятием, переходим к проклятиям и благословениям. К лавоку Брахо. В нашей недельной главе их довольно-таки много. И есть очень интересный момент. Каждый год голова китого всегда читается за два шаббата до Роша Шимон. Почему? Есть на это очень интересный ответ в трактате Мигила. Гмарак в трактате говорил, сказал Раби Шимон бен Лазар, изра, изра Софе, который нас привел из Вавилона, постановил Израилю, чтобы читали проклятие в Турат Коганим. Турат Коганим это книга Вайкра. Это имеется глава Быху Кутай, кто не знает. Перед Ацер. Ацер это праздник Шавот. То есть всегда, чтобы проклятие читали перед Шавотом. Мишне Тура. Мишне Тура это книга Дворим. Это наша глава китого. Перед Роша Шана. Майтама. Зачем? В чем смысл? Я сказал Абай, есть те, кто говорит, что я сказал Решлаки, что не Абай. Кидейши Тихляшана, чтобы ушел год и его проклятие. То есть читают проклятие, чтобы ушел год и его проклятие. Очень интересное объяснение. Да, и это прописание. Гмаран говорит, что всегда за две недели до... То есть изра постановил так, то есть круг чтения Туры, чтобы всегда за две недели до Роша Шана, то есть да, прочитали проклятие, главу Кудроголя, для того, чтобы ушла глава ее проклятия. Но можно сказать еще одну. Израиль также постановил, чтобы перед Роша Шана, под самый Роша Шана читали главу Ницавим. А в главе Ницавим, что один какой аспект открывается? Аспект шва. Раскаяние. И... То есть для того, чтобы закончить год, раскаяние. Объясняй. Дело в том, что в книге, в Мишна Тура книги Дворим, вот это вот благословение проклятия появляется в два раза. Первый раз – это глава Реэ, которая была несколько недель назад. И второй раз – это глава Реэ, которая была несколько недель назад. Окей? Теперь. Но они появляются по-разному. Смотрите, если мы открываем снова глава Реээ, сейчас я открою, пять секунд. Это 11 глава, начиная с 26 стиха. Обратите внимание, прочитаем, сейчас вы увидите очень интересную. Смотри. Я предлагаю вам ныне благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, и совратитесь в пути, которые заповедую вам сегодня, чтобы следовать божествам иным, которых вы не знаете. Что мы здесь видим? Здесь благословения и проклятия даются как выбор. И тут очень сильно почерпнуто, то есть в конце концов, что выбор в руках человека. Человек может выбрать. Он выберет путь такой, который пройдет от благословения, и он выберет путь, который пройдет от проклятия. Вместе с тем, в продолжении, когда мы приходим в нашей голове китого, то есть, да, по поводу наших проклятий и благословений, в конце, что говорится, у нас в нашей голове китого приведены проклятия и благословения без выбора. Нет выбора, просто написано, что если будешь делать вот так, будет вот так, а если будешь делать вот так, будет вот так. И все. Вместе с тем, дальше в главе Ваэлих, которая в этом году читается, по-моему, между Мурошана и Юмкипуром, это глава Шуа, сказана очень интересная вещь. Что Всевышний сказал? «И сказал Господь Муше, вот ты почишься сами твоим, и станет народ сей блудно ходить за богами чужого народа, то есть земли, среди которой он там войдет, и оставит он меня, и нарушит союз мост, который я заключил с ним. И возгорится днев мой на него, в тот день оставлю я их, и скрою лицом от моего от них, и будет он истреблен, и постигнут его многие бедствия и невзгоды, и скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия мои, и я совершенно скрою от него лица моего в тот день, за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным». И так написать все песни и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень интересная вещь. В отличие от главы Ре, где подчеркнута возможность выбора, тут показано что? Это называется «кишалон недон мирош». То есть падение человека предупреждено изначально. В конце концов народ Израиля выпалит неправильный путь. В конце концов он доведется до тех проклятий, которые описаны в главе Китово. В конце концов, это уж не будет. Но вместе с тем, подчеркнуто, вместе с тем, что грех, он непредотвратим, он произойдет. Ну, такой вот народ, такое вот честное человечество. Это не значит, что будет наказание. Ведь обрели внимание. Нет, не написано. То есть не обязательно, что придет наказание. Почему? Потому что Всевышний нам дал что? После главы Китова что описано? Глава Ницамим. В главе Ницамим что описано? Раскаяние. Всевышний дал нам возможность раскаяния. Таким образом, есть, скажем так, такая вот механизм, который, самостоятельный механизм, который приводит к тому, что мы можем, несмотря на то, что мы сделали, что нехорошее, можем предотвратить проклятие. Как? Лавзор Бучуа. Раскаясь. И это почему было так важно сказать. Именно перед Росшина. Вот это вот подчеркнуть, возможность раскаяния. То есть увидеть проклятие, которые могут напасть, несмотря на то, что человек грешит и так далее. Можно выйти в отчаянии. И есть, приходит нам это показывать и проклятие и так далее, и показывает, что наказание может не прийти. А как можно наказание прийти? Как я сказал, то есть Изра, Асуфер поставил еще одну главу, не царим, в которой есть возможность раскаяния. Чува. Чува помогает нам исправить наши дороги и в конце концов привести к тому, что мы выйдем оправданными в день суда, несмотря на наше поведение. И проклятия пройдут мимо. И это тоже называется уйдет год и его проклятие. То есть несмотря на то, что на проклятие наработал себе целый порог. Если я реально сделаю Чуву, если я реально исправлюсь, если я реально расскажу, что я сделал и так далее, то я, и это очень важно сказать перед Росшана, то я перед Росшана, Йом-Один, то есть так, что я в конце концов буду оправданным. Это то, что можем выучить в голове. То есть мы видим одна вещь. Мы зависим друг от друга. Кстати, это тоже присоединяется к тому, что нам стоит сделать Чуву, потому что если мы сделаем какие-то вещи, которые даже никто не знает и так далее, то они могут привести всем проблемы. Поэтому мы не хотим нанести все проблемы. Мы раскаемся, убираем это, чтобы это проклятие не пришло. Плюс сами себя. Мы знаем, что есть система исправления, аннулирования наказания, если мы раскаемся. Это то, что нам несет наша глава. Надеюсь, вам было полезно и интересно то, что мы сегодня поговорили. И на этом мы заканчиваем. Всем шана ту ва. Я понимаю, перед Росшана уже урока не будет в понедельной голове снова. Поэтому так хорошо получилось так закончить с то, что называется, с моментом, что важно сделать перед Росшана. На этом мы закончим. Кто нас слушал запись, все хорошего. До новых встреч. Я запись выключаю. Субтитры сделал DimaTorzok